Южной транспортной прокуратурой выработаны механизмы реагирования на выявленные нарушения законодательства. В ежедневном режиме отслеживаются все этапы строительства каждого олимпийского объекта. Станал эксплуатацию и функционирует железнодорожная линия Адлер Аэропорт. Увеличена пропускная способность железнодорожного участка Туапсе-Адлер. Пассажирские железнодорожные терминалы адаптированы для использования лицами с ограниченными возможностями здоровья. Завершается строительство современного здания Мурвокзала. Международный аэропорт будет полностью соответствовать мировым стандартам обслуживания. Но, как заявил Сергей Дмитриев, говоря о достигнутых результатах, нельзя забывать о проблемах. Нуждают решение ряд проблемных вопросов, в том числе по подключению своей масштабной транспортной инфраструктуры городским коммуникациям. К завершению Акционерного общества в российской железной дороге и в губ администрации гражданских аэропортов, аэродромов, монтажа систем безопасности и передачи эксплуатирующей организации обслуживанию инфраструктуры, прежде всего железнодорожного транспорта в период ее эксплуатации. Остаются острыми вопросы о гидрористической защищенности транспортных объектов, а также проблемы обеспечения транспортной безопасности. По результатам проведенных органами Южной транспортной прокуратуры проверок выявлено 1850 нарушений закона. В целях их устранения внесено 111 представлений, возбуждено 274 дела об административных правонарушениях, в судебные органы направлено 5 исковых заявлений о принятии мер для устранения нарушений законодательства о транспортной безопасности и охране окружающей среды. По итогам сегодняшнего совещания приняты конкретные решения, направленные на повышение уровня взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов и субъектов транспортной деятельности.